Находясь в 2011 году в Германии, я приобрела турпутёвку для поездки в Швейцарию. Швейцария, а точнее Швейцарская конфедерация, это федеративная республика, состоящая из 26 кантонов. Высший орган законодательной власти – двухпалатный парламент. Президент меняется каждый год по принципу ротации из числа членов Федерального Совета. Население Швейцарии – около 7,7 миллиона человек. По данным ООН, Швейцария занимает седьмое место в мире в списке лучших стран для жизни человека. Национальными языками являются немецкий, французский, итальянский и ретуроманский, производные от латинского. Швейцария имеет политический и военный нейтралитет. Страна знаменита своими банками, часами, сыром и шоколадом, а также красивейшими ландшафтами и прекрасным климатом, что привлекает в эту страну множество туристов. Эти замечательные ландшафты мы видели из окон вот этого автобуса, проехав довольно длинный путь по территории Швейцарии. Нас сопровождал один из лучших гидов русскоязычной Германии – Юрий Лурье. Первый город, который мы посетили в Швейцарии – это Базель. Базель располагается в долине Рейна, в месте, где сходятся швейцарская, французская и германская границы и является третьим по величине городом Швейцарии. Рейн делит город на две части, соединенные между собой шестью мостами. С 4 века и вплоть до 16 века город являлся римским фортом, а в 1501 году он присоединяется к Швейцарской конфедерации. Не правда ли напоминает район Кастро, Сан-Франциско? С 8 века. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Один из символов Базеля – кафедральный собор, возведенный в IX веке. Стены собора построены из красного песчаника и увенчаны крышей из цветной черепицы и двумя башнями. Над центральным порталом изображен император Генрих II, основатель собора. Рядом с ним императрица Кунигунде. Скульптура протестантского священника. Слева от него герб Базеля. Субтитры создавал DimaTorzok В здании бывшей франкисканской церкви сейчас находится исторический музей. Центр старого Базеля – рыночная площадь, на которой находится еще один символ города – ратуша, построенная в начале XVI века. Ратуша имеет ярко-красный расписной фасад из кирпича, позолоченную колокольню и крышу из глазурованной черепицы. В XVII веке к ней был пристроен левый флигель. Во внутреннем дворе ратуши – статуя основателя Базеля Мунатиуса Планкуса. Базеля Мунатиуса Планкуса В этот же день, досмотревшись из окна автобуса на великолепные пейзажи, мы попали на берег Женевского озера в город Лозанна. Население Лозанны – около 117 тысяч человек. Высота города над уровнем моря в некоторых его частях достигает 900 метров. Лозанна является культурным и экономическим центром Швейцарии, вторым после Женевы. Это небольшой чудесный город, где старина гармонично сочетается с современностью. В Лозанне находится популярный в Европе университет. С 1915 года в Лозанне находится штаб-квартире Международного Олимпийского комитета. При его участии построен Олимпийский музей, а вокруг музея разбит Олимпийский парк. С его осмотра мы начали нашу прогулку по Лозанне. КОНЕЦ КОНЕЦ Кофедральный собор Лозанны, расположенный на холме, считается наиболее значительным готистским храмом Швейцарии. Его строительство продолжалось более 100 лет и завершилось в 1275 году. Это самый большой собор Швейцарии. КОНЕЦ С площадки перед собором открывается отличный вид на город. В хорошую погоду можно видеть Женевское озеро и белоснежные вершины Альп на горизонте. КОНЕЦ Здание Радуши, а напротив него фонтан правосудия. КОНЕЦ Перед нами одно из зданий университета Лозанны. Это здание построено в 19 веке русским графом Рюмином. После смерти последнего представителя семейства Бестужевых Рюминых дворец перешел во владение государством. Дворец построен в нее ренессанском стиле и напоминает роскошную итальянскую палацу. Сейчас в нем располагается университетская библиотека и музей естествознания, в котором хранится коллекция бабочек, собранной Владимиром Набоковым. Мы покидаем Лозанну и направляемся к отелю. Здесь я впервые увидела, как цветет масляничная культура рапс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова